Максим, добрый вечер. Механика будет следующая. Сейчас расскажу о нововведении. Соответственно, потом уже задашь вопрос. Задача идет по воронке. В данном примере я тебе покажу, если бы я был аудитором, но у тебя будет все то же самое. Заполняем данные. До той степени пока на оценку нельзя будет перевести. Все, переводим на оценку. Что происходит? Аудитор остается, исполнитель заменяется. И меняется сам шаблон задачи. Бац. Нужно выбрать теперь исполнителя, тот, кто ее будет оценивать. Выбираем Ивана Карабана. Ивана Карабана выбрали. Что происходит у Ивана Карабана? Он видит задачу на оценке. И у него появляется теперь кнопка такая, которая называется «Оценить задачу». Он нажимает на кнопку, и у него открывается поле для заполнения. Он может выбрать точную оценку, приблизительную оценку, запросить подробности или отказаться. Свой ответ он может прокомментировать. Но это более актуально для подробностей и отказа. Допустим, он запросит подробности. Максим, а почему нет ТЗ в задаче? Ну и допустим, поле оценку там пропускает, либо ее заполняет. Создает. Теперь у этой задачи появилась, ну, здесь появилась подзадача, которая называется «Оценка с именем и фамилией. Кто-то ее оценил». В данном случае ты там автоматический аудитор, тебе код подсказывает, что Карабан только что оценил проект. Соответственно, ты здесь переписываешься, уточняешь, что хочешь. И потом, когда эта оценка согласована, заносишь ее в аналитику. При переходе в производство автоматически все вот эти вот подзадачи, которые связаны с оценкой, они удаляются. Вот это только временное, чтобы было удобно. Ну все. Вот такая фига-то. Еще раз оценить. Точная оценка 55. Все, я все понял. Я все понял. Создается. Тебе коммент приходит, ты ему отвечаешь. Отлично. Берем работу. Работу. Ну все. То есть, вот тебе нужно вот эту вот оценку получить. Вот таким образом, один из сценариев, как может происходить оценка в рамках планфикса без выноса задачи куда-либо еще. Более того, если нужно что-то обсудить, всегда вот в эту вот оценку можно добавить аудитора. Он, правда, сюда не выведен, но здесь вот есть. Можно добавить Ольгу или меня, или там что-то спросить. Вот, пробуем. Все на это не перейдут, но я знаю, что для многих это точно будет удобно. Если есть какие-то минусы, какие-то допилы требуются, я еще поработаю с этим сценарием. Ну вот, посидел, подумал, как можно ни в личках, ни где, вот именно в рамках планфикса. То есть, теперь исполнитель может создавать собственную задачу с оценкой. И в ней создается рабочая область, в которой можно что-то уточнить. Вот, при этом он, как бы, задачи в основной тоже остается. Это именно под задачи ставится. Вот этот вот исполнитель, то есть, сразу видно, кто оценил. Можно поставить и Дашу, и так далее. Вот здесь вот такие есть моменты.